Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение». В студии Светлана Ладина и Роман Бисеров, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, председатель ветеранской организации города Краснотуринска. Здравствуйте! Мы с Романом сегодня хотели бы поговорить о патриотизме. Что такое патриотизм? Как воспитать его в детях и взрослых? Мы ждем ваших звоночков в студию прямого эфира, код города 343, номер 379-6570. Ждем ваших честных мнений в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и в социальной сети Фейсбук. Роман, что такое патриотизм? Вы знаете, вот так если подумать, чем я занимаюсь в своей жизни, то я этому посвящаю очень много своего времени. В то же время, когда вы этот вопрос сейчас задали, у меня нет моментального какого-то ответа. Патриотизм? Патриотизм, ну это, наверное, то, что нужно доставать изнутри. То, что нужно готовить и выращивать. Наверное, это мое мнение. Я считаю, что человек-патриот, это человек, прежде всего, с сильным внутренним стержнем. Можно говорить, что я люблю Родину, да, я готов ее защищать и при этом быть слабым внутренним, и не быть эффективным, да, при этом. Поэтому, наверное, все-таки это вот человек, закаливший, воспитавший себя, сильный внутренний человек. Но это ведь надо еще захотеть себя закалить, воспитать и так далее. Да. Как мотивировать? Мало того, что действительно надо захотеть, у нас сегодня, ну, действительно, по факту такая ситуация в стране, что не созданы, может быть, хорошие и такие эффективные условия для этого. Ну, наверное, мы для этого и живем ветеранами. А что надо сделать? Что надо сделать? Вот сейчас нам зритель позвонил, сейчас мы поговорим, а потом продолжим. Хорошо. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, откуда вы звоните? Город Северо-Уральск. Ветеран боевых действий в Афганистане Ильин Виктор. Роман, здравствуй, давно не виделись, как два часа. Где у правительства области как раз по этой теме, если ты помнишь, там говорили. И я полностью солидарен. Первое, должно быть не положение о патриотизме, а закон, чтобы его исполняли все уровни власти. Особенно это касается муниципалитетов. Согласен. И я считаю, в первую очередь, право муниципалитетов, областей, они сами должны быть патриотически настроены. Ну, вот понимаете... Сегодня у нас в школах убрали НВП. Женщины воспитывают будущих воинов в школе. Что они им могут дать? Когда будет закон, тогда будет финансовое обеспечение опять вернуть военруков в школы. Тогда только будет подвижка. И все происходит. Вопреки нашим администрациям. Где-то даже нагло сегодня очень резко озвучили работу некоторых муниципальных... Виктор, это все понятно, но вот понимаете, дело в том, что хотелось бы понять, что должен делать каждый человек для воспитания патриотизма. А в связи с этим у меня к вам вопрос. Что такое для вас патриотизм? Для меня патриотизм, он... Это служба родине. Мне приходилось быть дважды в Афганистане, потом все горячие точки. Поэтому я знаком с прорезином Непонаслышке. Ну вот как это? Что это? Не надо ждать, пока там в России что-то произойдет. Вот мы живем в муниципалитете. Давайте каждый что-то делать. Приходить в школы, проводить занятия с нашими детьми. Многие после наших разговоров, они бегом бежали в военкомат и просились в армию. Вот. Поэтому не надо ждать. Вот ответ, например. А вот ветеранов, которые имеют боевой опыт, заниматься вот этой вот воспитательной работой с учениками. Спасибо. Спасибо вам большое, Виктор. Виктор, спасибо большое. Рад был тебя услышать. Действительно, мы были на конференции. До свидания. Дело в том, что вот как раз, если продолжать то, о чем я говорил. Вот Виктор, это как раз яркий пример человека с сильным внутренним стержнем. Вот он начал говорить о том, что он неоднократно был в горячих точках. И Афганистан, и все наши там кавказские эти дела, да. Это человек, действительно, с которого можно брать пример. Человек, который сегодня живет в социуме, не отмахнувшись ни от каких бед и проблем. Человек, который на контакте с семьями погибших, на контакте с молодежью, строит храм, строит какие-то памятники. Человек, который постоянно живет тем и заражает своим примером внутренним людей вокруг себя. Я поняла. То есть принцип тот же самый. Вот говорят, никто не может прийти к Богу, если не увидит в глазах другого человека свет Царства Небесное. Так и тут. Если ты не увидишь человека, который искренне любит свою Родину, который не просто об этом говорит красиво, а вот реально что-то сделал и делает. Да. Вот, то есть это... Мы когда с ним познакомились, он положил на стол фотографии будущего памятника. Если честно, я подумал, что он сумасшедший. Потому что вот в той ситуации, когда он говорил об этом памятнике, это было что-то невозможное. И это реализовалось. Он сделал это с группой своих друзей в Североуральске. Я как мог участвовал в этих всех процессах и горжусь этим. Но он это сделал. У нас звоночек. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Представьтесь. Добрый день. Вот это Евгений Александрович из Белгорода. Хорошо, что вы нас не бросаете. Евгений Александрович, что для вас... Я считаю, что патриотизм это вещь такая, чувство от людей, когда он возникает тогда, только когда их что-то объединяет. В России патриотизм всегда держался на православии веками. Вот это объединяло нас, всех русских людей. И оно будет... Тогда это, когда мы будем своим детям это прививать. То есть веру в эту нашу православную поддержку. То есть как государство, образующий народ. Об этом патриарх Кирилл сегодня или вчера сказал. Вот это самое главное. А для меня патриотизм это жить по совести. Вот это и есть патриотизм. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, или я услышал, что это Белгородская... Это Белгород, Белгород, да. Вот скажите, есть недалеко от вас поселок Белый колодец? Нет, это от меня не очень близко. Но все-таки есть, да? Дело в том, что у меня там живется служивец, которого я с 95-го года не могу найти. Олег Котричев. Если кто-то знает, слышит, я прошу прощения, что пользуюсь такой возможностью. Я тебе что-то узнаю по званию. Огромное спасибо. Я жив-здоров, Бисеров Роман живу на Урале, у него должен быть мой адрес. Пусть как-то выйдет. Но все, программа, честное мнение, потихоньку переросла в программу «Жди меня». Ну и слава Богу, а вдруг? Спасибо, Евгений Александрович, мы на вас надеемся. Ну что же, да, Ром, вот такой вопрос. Именно в городе Краснотуринске, где вы живете, был не так давно случай, который всколыхнул просто всю Россию. Да, к сожалению. Это когда подростки там, не знаю уж, молодые люди сплясали на памятники ветеранам и выложили потом это видео в интернет. Я помню, что там раздавались призывы порвать, затоптать, закопать. И в первую очередь вот просто все замерли, ждали каких-то действий именно от ветеранов. Вот как председатель ветеранской организации, как вы реагировали? Первые два или три дня я приходил домой где-то в районе 12 вечера, потому что все это время я сидел в офисе, отвечал на телефоны и звонки действительно со всей страны, на интернет. Очень много было гнева, очень много было злости. Первое ветеранское собрание после всего, ну просто приходилось людей брать за руки и успокаивать. Родители погибших тоже очень болезненно это все восприняли. И мы на самом деле были в тупике, потому что когда мы этот ролик увидели, лиц не было видно, мы думали, это дети. Ну мы не будем воевать с детьми, тем более с нашими детьми. Мы обратились в прокуратуру. Потом выяснилось, что этим людям по 22, по 24 года они отслужили в армии. Для нас был второй шок. То есть мы была уверена, что это подростки тоже? Нет, это были взрослые ребята. И вы знаете, был суд, и у нашего законодательства не нашло никаких аргументов к этим людям, чтобы хоть как-то их к чему-то привлечь. Это был второй удар. По нам мы поняли, что наши святыни, наши памятники, мемориалы, они никак не защищены. И вот в этой ситуации мы пришли к такому выводу, не гнобить, не наказывать, хотя были призывы писать на их работу, чтобы их увольняли, чтобы устроить им режим выжженной земли. Мы решили не идти таким путем, то есть не уподобляться. Мы объявили проведение благотворительного марафона «Наша память землякам», целью которого было даже не собрать какие-то деньги, а снова рассказать людям, что это за мемориал, в честь кого он, почему он нам дорог. И не так давно, 6 сентября, мы заканчивали марафон, почему 6 сентября, потому что в 96 году именно в этот день мы этот мемориал открывали. И по нашей просьбе мы обратились и в правительство области, и во многие структуры. К нам в гости приехал Нижнетагильский ОМОН, за что мужикам низкий поклон и спасибо. Привезли технику, оружие, была организована выставка, показательные выступления. И Лохин Леша ребят привез из Лобвы, они показали рукопашку. Серовский кадетский корпус, Пережогину, низкий поклон за его ребят. Показали работу кадетского корпуса. Народу было много, и я вот очень надеюсь, что никогда это, во-первых, не повторится, но мы объявили с большой трибуны в интернете, что на те небольшие деньги, что мы собрали в ходе марафона, мы установили видеонаблюдение за мемориалом. Короче говоря, вы эту рану залечили. Я очень на это надеюсь. Здорово. Конечно, мы ее не забудем, но дай Бог. У нас звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Кто звонит? Андрей, я из Никольского, Сирийского. Очень приятно, Андрей. Слушаем вас. А можно, да, сказать? Да, конечно, слушаем. Ну, для меня патриотизм – это, прежде всего, преданность и любовь к Отечеству. И к своему народу. Ну, патриотизм должен в Керчене быть православный. Потому что если им не будет православия, это ложное все. Ну, это просто используем это как патриотизм. Враги Отечеству. Ну, то есть вы видите, как воспитание патриотизма, вот в основе должна лежать вера, да? Да, да, да. Православная. Ну, хорошо. А мусульмане же тоже могут быть патриотами России? Мы же знаем эти примеры, там, при государе Николае Втором, пожалуйста, были же вот… Ну, да, у него был патриотизм, насколько мне известно, из чеченских воинов. Ну, в общем, сложно рецепт выписать, да, на эту тему? Андрей, спасибо вам большое за звоночек. Ну, знаете, я вот присоединюсь к этому мнению. У нас недалеко от Краснотуринска есть город Карпинск, в котором в храме когда-то служили родители-изобретатели Радио Попова. Он родился в Краснотуринске, а его родители служили там в храме. Я как-то был там на утренней службе и увидел местных ребят из казачьего клуба на утренней службе, а их атаман пел в алтаре, помогал батюшке. Я вот увидел эту молодежь, и я понял, что это, ну, вот, наверное, патриот уже такой вот законченный, полный, то есть наполненный человек. То есть не тот, который что-то делает хорошее, да, и заражает, вот о чем мы говорили своим примером, о котором еще действительно все это, так сказать, правильно с православием перемешивает и живет этим. Ну, собственно говоря, казак без веры не казак, это же вот старый казачий девиз. Звоночек у нас, здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, это Киросковская область, Татьяна. Татьяна, мы вас слушаем. Вот я бы хотела сказать о том, что патриотизмом, вот в моем понимании, может быть, ой, волнуюсь, извините, может быть не так широко, вот как выступали предыдущие авторы. Мне кажется, если воспитывать в детях отношением, если воспитывать в детях, вот там, любовь к своему дому, к своему отечеству, вот я в поселке живу, и наши улицы зачастую бывают просто заваленным мусором, вот если бы они даже подбирали этот мусор, вот фактически относились к своему поселку, мне кажется, это тоже воспроявление вот таких патриотических чувств, своей малой родины, к своему дому. Ага, спасибо, спасибо, Татьяна. Вот, кстати говоря, с вами согласна абсолютно. Вконтакте нам написала Ксения Кабанова. Патриотизм для меня обязательно связан со следующими вещами. Во-первых, с трудом на земле. У кого-то это будет огород, у кого-то березовая роща с белыми грибами, у кого-то черемаха перед балконом и клумба, за которой человек ухаживает. Во-вторых, чувства родины для меня не существует без отеческих гробов. Наверное, нужно кого-то родного в этой земле похоронить, чтобы к этой земле прикипеть всей душой. А еще мне кажется, что у меня очень большая, но при этом очень избранная родина. Это погибшая деревня моей прабабушки. Это Волгоград, где погиб во Вторую мировую дед. Это мой двор и другие близкие и далекие избранные места. Как этот патриотизм воспитать в ребенке? Постараться вместе жить в этой родине, вкладывая в нее труд и ухаживая за отеческими гробами. А еще наверняка Светлана вспомнит замечательный фильм Никиты Михалкова «Анна», где показано рождение чувства родины у маленькой девочки. Да, фильм действительно замечательный. Соглашусь. И все это, в общем, это вообще напоминает песню. Помните старую песню, с чего начинается родина? С картинки, в своем букваре, с хорошей. Вот так, у нас есть звонок и одна минута. Постараемся принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и скажите ваше мнение о патриотизме. Алло. Да-да-да, здравствуйте, мы слушаем вас. Надо выключить звук телевизора и общаться с нами по телефону. Так, у меня-то я из Озерска. Да, как вас зовут? Из Озерска, Антонина Михайловна. Антонина Михайловна, мы вас слушаем. У меня такое мнение, вот там патриотизм есть. У меня два сына, я говорю, что, двух сыновей взрослых у меня, у них семьи. Они сами в армию пошли. И не стали откладывать. И когда вызовут или прятаться от армии, пошли сами добровольно и жили в армии по два года. Вот, я считаю, это патриотизм, любовь к родине. Антонина Михайловна, тогда скажите, как вы воспитывали таких сыновей? Это же и ваше заставление. Они даже готовились к армии. В шесть часов вставали, зарядку занимались, бегали и готовились к армии. Вот, просто они любят свою родину. И сейчас вот некоторые уезжают за границу, бросают свою родину. Как можно бросить родину? Родина есть одна у человека. Нельзя уезжать и жить в другой стране. Значит, вот давайте все бросим, пусть кто будет нашу родину держать, кто будет защищать нашу родину. Вот это патриотизм. Спасибо вам за сыновей и за воспитание такое прекрасное. Спасибо. Да, низкий поклон. Ну что, нам пора прощаться. Ром, спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо, что пригласили. Приходите к нам еще. Ну что, дорогие друзья, давайте перестанем говорить «эта страна», давайте будем говорить «наша страна», давайте будем делать то, что может, а не разговоры разговаривать. Может быть, тогда и будет у нас патриотизм. Все получится. С вами были Роман Бесеров, Светлана Ладина и программа «Честное мнение». Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами и дальше. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова